Ты причисти, Своя Матерь, и всех святых помилуй, и ты спаси от нас всякого блага и человека любви. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Анзата Устан. Итак, если ты принесешь дар твоих жертвенников, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. И пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда прийди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, 25 глава. О благость, о неизглаголанное человеколюбие! Какая кротость сможет сравниться с той, которая выражается в этих словах? Пусть, говорит он, прервется служение мне. Только бы сохранилась вся твоя любовь, потому что и тот жертва, когда кто примирится с братом, потому-то он не говорит, примирись, но принеси, но по принесении или прежде принеси не даром, но посылает примириться с братом, когда дар лежит пред алтарем, и жертвоприношение уже начато. Не велит взять с собою принесенный дар, не говорит, примирись прежде, нежели принесешь его, но повелевает, бежай к брату, оставив дарь пред алтарем. Для чего повелевает он так поступить? Как мне кажется, он имел двоякую цель. Во-первых, как я уже сказал, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшей жертвой, и без нее не принимает и жертвы вещественные. Во-вторых, хотел поставить необходимую обязанность примирения с ближним. В самом деле, тот, кому велено принести дар не прежде, как примирившись, конечно, поспешит прийти к оскорбленному и прекратит жертву, прекратит вразду, если не по любви к ближнему, то, по крайней мере, для того, чтобы жертвоприношение не осталось напрасным. Для того Господь каждому слову и придает особенную выразительность, устрашая и побуждая приносящего. В самом деле, не сказал он только, оставь там дар твой, но присовокупил пред жертвенником, чтобы напоминанием о священном месте привести его в страх. Не сказал только и пойди, но присовокупил прежде, и тогда прийди и принеси дар твой. Через все это он показывает, что трапеза Господня не допускает себе враждующих против друга. Здесь Христос посылает обидевшего к обиженному, а научая молитве, ведет обиженного к обидевшему и примиряет их. Здесь говорит, если брат твой имеет что-нибудь против тебя, и пойди прежде, примирись с братом твоим. Адам говорит, если будете прощать людям согрешение их. Впрочем, и здесь, мне кажется, он посылает обиженного, потому что не говорит, попроси брата твоего, чтобы он примирился с тобой, но просто примирись. И хотя, по-видимому, речь здесь обращена к оскорбившему, но все относится к оскорбленному. Если ты, говорит, примиришься с ним и с любви к нему, то и я буду к тебе милостив. И ты можешь приносить жертву с полным дерзновением. Если гнев еще пылает в тебе, то представь, что я сам охотно соглашаюсь на то, чтобы ты оставил на время жертву, только бы вам сделаться друзьями. Притом он не сказал, помирись, когда ты сильно обижен, но сделай это и тогда, когда оскорбление будет маловажным, если брат твой имеет что-нибудь против тебя. И не сказал так же, когда ты гневаешься, справедливо или несправедливо, но просто, если брат твой имеет что-нибудь против тебя. Хотя бы даже гнев твой был справедлив, и тогда не должно питать вражды. Так и Христос, невзирая на то, что гнев его против нас был праведен, предал себя самого за нас на заклание, не вменяя нам грехов наших. Потому и Павел, другим образом побуждая нас к примирению, сказал, солнце да не зайдет во гневе вашему. Послание к Ефесянам 4 глава. Как Христос побуждает нас к примирению, указывая время жертвы, так и Павел увещевает нас к тому же самому, указывая на время дня. В продолжении дня многие могут и отвлекать, и отторгать нас от гнева. А ночью, когда человек остается один и вдается в думы, волны вздымаются сильнее, и буря свирепствуют с большей яростью. Предупреждая это, Павел и хочет, чтобы мы, примирившись, встречали ночь, чтобы дьявол не воспользовался нашим уединением и не разжег сильнее печь гнева. С той же целью, вслед за упоминанием о суде, сонмище, гиене и наставлением касательно принесения жертвы, Христос предсокупляет еще следующее. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Не говори, что же мне делать, если меня обижают, если отнимают от меня имущество и влекут меня на суд. Христос и в таком случае запрещает питать вражду, отнимая всякий к тому повод и предлог. Так как это повеление было особенно важно, то Господь убеждает к исполнению его указанием не на будущее благо, а на настоящие выгоды, которые скорее могут обузывать грубых людей, чем обещания будущего. Ты говоришь, он меня сильнее и причиняет мне обиду, но не причинит ли он тебе еще большего вреда, если ты не примиришься с ним и принужден будешь идти в темницу. Примирившись, ты уступишь имение, но зато тело твое будет свободно, и когда подвергнешься приговору судьи, то будешь связан и понесешь жесточайшее наказание. Если же ты избежишь этой растры, то приобретешь двоякую пользу. Во-первых, ты не потерпишь никакой неприятности. Во-вторых, это будет уже твоя добродетель, а не следствие принуждения. Если же ты хочешь внять моим увещанием, то не столько причинишь вреда сопернику, сколько себе. Смотри, как Христос и здесь убежает тебя скорее примириться, сказав, мирись с соперником твоим, призупил. Скорее, но недовольствуясь этим, он предлагает новое побуждение искать скорейшего примирения, говоря, пока ты еще на пути с ним, чтобы через все это сильнее склонить тебя и понудить прекращению ссоры. В самом деле, ничто столько не нарушает порядка в нашей жизни, как наша медлительность и постоянные отсрочки при совершении добрых дел. Такая медлительность часто бывает причиной того, что мы всего лишаемся. Аминь. Ради всех, Господь.